Друзья, 8 часов по сибирскому времени, среднесибирскому, мы с вами на 93-м вебинаре. Вот я хочу вас показать и рассказать о таких вещах, в которых не только вы не задумаетесь, но и наука не задумаетесь. Посмотрите на это дерево. Я не знаю, сколько у вас сегодня будет присутствовать, 30, 40, 50 человек. Я знаю одного человека, который сразу скажет, что это такое, но он не смотрит мои вебинары. Это Юрий Алексеевич Латинков. Вот. Ну, догадались? Ладно, не буду вас томить. Это Химера. Самая настоящая Химера. Так, в чем наша проблема с Латинком на пару? Мы же два сапога. И очень солидные дяди с погонами настоящими. Не признают, что мы делаем. Их совершенно не волнует, что у них садов нет, а у нас есть. Это не причина. Можно все одним словом уничтожить. Уничтожить. Вот. Их топтать. Больше, чтобы мы не высовывались. Вот. Это Химера. Я эти Химеры, про них долго рассказывать не буду. Просто саму суть. Значит, Химера, вы знаете, что это такое? Вот. Это то, чего не должно существовать. Это генетические ошибки природы. При обычном течении жизни есть Химера. Помните по Пушкину? Он ее назвал, свою Химеру, неведома зверушка, которая родила, это самое, там, княгидин, царица. А вот, неведома зверушка или кандидат на звание. В общем, получается так. Раз Химера короткоживущая и не имеющая права на длительное существование, значит, их не должно быть. А нас приговорили как? Что у нас все, что мы занимаемся, вегетативная гибридизация. Кто-то говорит с ученых, я уважаю Мичурина. Ну, как бы не уважали, но, извините, закопали. Вот. Не только его, но и все его эти идеи. И получилось так, что любой вегетативный гибрид называют Химерой. А я решил для вас сделать сюрприз. Интересно вам, не интересно. Это сюрприз. Вот она Химера. Вот когда-то здесь, годом раньше, таким годом, этим же годом, вот это осень, а весной я в абрикосы вживил сливу с унировостока. Было всего две почки. Посмотрите, сколько побегов. Я не специально это делаю, но, как бы их не обзывали Химерами, или как бы мы не называли по-мичуринскими вегетативными гибридами, но, при определенных условиях, когда вживили вниз, вживили так, что две почки подвойные и привойные практически соприкасаются. Это легко делать, потому что они не могут даже похоже быть на семских близнецов, как эти. Ну, а дальше в фантастиках становятся былью. Вот она посчитает, сколько побегов. Думает, это всё. Стал бы обморочить голову всякой научной ерундой. Смотрите. Ладно. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Немножечко я не туда заехал. Так, куда что мне делось? Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. Ещё минуточка. Ещё минуточка. Ещё минуточка. Нет. К сожалению. Как же вам показать эту суперфотографию? Так, ладно, потом будет перерыв, покажу. Ну, какой-нибудь часовой. Сейчас поговорим. Но сама идея заключается в следующем. Вот это вот символический образ Техсама Химмер. Вот. И вот этот левый снимок я просто применил для того, чтобы показать. То ли это мы с лодинком, то ли что. В общем, осталось вас удивить сливой. Ну, ладно, потом. Какая она выросла? Ладно, пропускаю. Тогда я и вот эту фотографию пропускаю. Спасибо.